История из серии «Я у мамы дурачок». В московских увеседительных заведениях заработала система чекинов. Простите, не всем понятно, да, о чем я сейчас. Короче, власти столицы решили контролировать коронавирус через QR-коды для посетителей. Пока в ночных клубах и их некоторых ресторанах, но в данный момент обсуждается вопрос внедрения ноу-хау и на других объектах розничной торговли и сферы услуг. Авторы идеи уверены, это должно помочь быстрее выявлять заболевших. Ну, например, заразился кто-то из посетителей конкретного кабака, пробили всех, кто там был, разыскали, отправили в больничку тестироваться. Красотища! Ну да, если бы не одна маленькая проблема. Дело в том, что период инкубации по ковид, как известно, составляет две недели. Еще неделя понадобится на то, чтобы отследить этого больного, поймать, отправить на анализы, дождаться результатов уже 21 день. Затем нужно будет разыскать всех, кто вместе с зараженным также посещал данный ночной клуб, то и те же самые процедуры проделать в отношении этих граждан. Внимание, вопрос. Мне одному кажется, что все это бред сумасшедшего. Пустая, несостоятельная затея, которая в конечном итоге только к лишним телодвижениям приведет. Я сейчас о полиционерах и медиках говорю. Например, коим придется отвлекаться на данную ерунду в ущерб основной деятельности. А результатов мы не добьемся. Просто представьте себе, с каким количеством народу вот за этот вот огромный временной промежуток с момента посещения клуба и до часа икс наши условные заразившиеся успеют вступить в контакт и еще, блин, с этими московские власти что делать собираются? Честно. На мой взгляд, очевидно, что ребятишки там в очередной раз изображают видимость бурной деятельности не более. Погоня за грамотами и премиями. Развернулась проблема. Да как была, так и останется. Хотите, забьемся? Начинаем! Вообще, если говорить о профилактических мерах в отношении ковид, приходится констатировать, что меры эти в нашей стране в большинстве своем бестолковые и непродуктивные. Ну, та же самая история с масками, пожалуйста. Которые, во-первых, как выяснилось, в какой-то момент вовсе не медицинские. Ну, все же, наверное, уже эту фотографию видели, и тем не менее. Читаем на упаковке. Маска гигиеническая. Не является медицинской. Не является хирургической. Которая нестерильно предназначена для защиты от пыли, тумана, ветра, цветочной пыльцы. То есть, от вируса этот намордник вряд ли спасет. Я на самом деле даже у врачей и знакомых интересовался. Они подтвердили, но нас с вами зачем-то обязали его носить. Попробуй не надень штраф. Или даже, как вот в этом случае, кадры из питерского метрополитена, сделанные на днях, правоохранители объясняют молодому человеку, что появляться в общественных местах без защитной маски небезопасно. Единственные, кто пока выигрывает от введения масочного режима, это производители масок, ну и разного рода спекулянты. Мы же с вами помним, как еще недавно ажиотажный спрос на данный товар привел к такому скачку цен на него. Стоимость одной штучки маски доходила до 500 рублей, хотя красная цена этому предмету 5 копеек в базарный день. Маски, впрочем, и сегодня не здорово подешевели. Упаковка всего лишь в 5 штук. Как в рознице от 70 до 150 ре, условно сотка. С одной стороны, конечно, ну а что можно купить на 100 рублей, это уже давно копейки, с другой, а у нас ведь существует огромное количество граждан, которые просто вынуждены жить по принципу, копейка, рубль бережет те же пенсионеры, пожалуйста. Согласитесь, для них даже такие деньги – это траты. А поэтому что беднота придумала? Правильно. Купили одну маску и ходят с ней до тех пор, пока она уже рассыпаться не начнет от старости. Болтается оно у человека в сумке или там в кармане. Все замызганное, грязное. Там уже слой микробов собрался килограммовый. Отчего такая маска может защитить? Ответьте даже не мне на этот вопрос, себе. Да ни отчего. Этот пенсионер несчастный благодаря той грязной тряпке еще быстрее заболеет. Ну и нахрен тогда такой масочный режим. Вот вы правильно говорите. Для галочки. У нас ведь в России все делается исключительно ради галочек и отчетов, чтобы какой-то, простите, бездарь чиновник тупо отчитался наверху. Мы предприняли меры предосторожности. У нас все в намордниках и в перчатках, как вот сейчас опять в Москве обязали народ ходить. Дальше, видимо, по всей стране данный опыт начнет распространяться. Так вы обеспечьте людей этими средствами защиты. Не обедняйте. На дурацкую затею с QR-кодами выше рассказывал. Больше денег ведь будет потрачено. Не в коня корм. А тут ну хоть что-то полезное для людей сделайте. Ага. А еще о каких-то внешних врагах постоянно лопочут. Да все наши враги внутри страны окопались госслужащими, называются. Более опасных паразитов для граждан России придумать невозможно. Это реальная журналистика, как обычно, сегодня о рывках и прорывах. Поехали! Вообще, те, кто следят за нашей деятельностью в ТикТоке, кстати, мы и там теперь тоже есть, заходите, подписывайтесь. Так вот, в ТикТоке я уже начинал об этом говорить. Ну, коротко, сами понимаете. Сейчас предлагаю в расширенном формате данную историю обсудить. Короче. В конце сентября Федерация Независимых Профсоюзов России, это такая прокремлевская контора халуев-пилищиков, от профсоюзов там одно название, потому что, так вот, в конце сентября ФНПР направили в правительство страны письмо, в котором попросили министров отменить накопительную часть пенсии. От слова вообще! Федерация Независимых Профсоюзов России предложила отменить накопительную часть пенсии. Соответствующее письмо уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину на рассмотрение. К чему приведет такая инициатива при ее одобрении? И как сейчас начисляется пенсия, разбиралась моя коллега Анна Кузьмина. Аня, расскажи подробнее, что это за инициатива, и кому, по мнению профсоюзов, она должна пойти на пользу? Ну, кому оно пойдет на пользу, уверен, вы и без меня понимаете. А пока расскажу суть фокусов. Дело в том, что пенсии в нашей стране это не что-то единое целое. Пенсия состоит из двух основных частей. Первая по старости или страховая. Ее человеку платят за то, чтобы всю жизнь работал на благо государства, создавал, что-то платил налоги. Говорят, доступны языком. Это некий минимум, нечто вроде мрот. А есть еще вторая часть, накопительная. На протяжении всей жизни работающий гражданин отчисляет 22% своих доходов в пенсионный фонд. Россия или какой-то еще. Эмная часть этих денег поступает на общий счет, ну, чтобы минималку в любом случае люди затем получили. А еще одна часть, кстати, большая, должна идти на личный счет гражданина. Вот он называется накопительным. То есть, по идее. Сегодня мы слышим одну и ту же сказку. Средняя пенсия по России составляет столько-то, 14 тысяч, по-моему. На самом деле, это никакая не средняя пенсия. Это как раз минималка. А вот если бы пенсионер получал плюсом еще и деньги с накопительного счета, то в цифрах он бы имел 1025-1030 уже сейчас. Кто-то, впрочем, и больше. Все зависит от зарплаты. Но вот незадача. В 2014 году в связи с тяжелой экономической ситуацией накопительную часть пенсий граждан наши правители заморозили. Временно, разумеется. Но мы же в России живем, где нет ничего более постоянного, чем что-то временное. С тех пор накопления наши замораживают каждый год. Если вы помните, в 2002 году была эта система введена. Сказали, все, давайте теперь. Мы не можем всем одинаково платить, но те, кто будут хорошо работать, и те, кто будут зарабатывать деньги, и будут следить за тем, чтобы работодатель за них платил в пенсионный фонд платежей, у них будет на лицевом счете накопиться их сумма. Так называемая накопительная пенсия. Хотя я бы сказал в данном случае жестче, потому что, ну какая это заморозка. Давайте говорить прямым текстом. По сути, государство просто присвоило наше накопление, хотя по официальной версии деньги они взяли как бы взаймы, но до китайской Пасхи, когда отдадут, непонятно. И вот тут наступает еще один интересный момент. Видимо, надоело ребятишкам постоянно оправдываться, кормить нас завтраками, а посему решили там карманные профсоюзы подключить и провернуть замечательную аферу. В результате сентябрь 2020, а давайте вообще отменим эту накопительную пенсию, забудем про нее к ядрине фене, государству нужнее, вот теперь мы подошли к главному. Это ведь вам только кажется, что письмо то в правительство направили какие-то мифические профсоюзы. Как вы отреагируете, если я вам скажу, он и правда сделали мы сами? На пальцах. Вы в курсе, что данная федерация профсоюзов насчитывает 20 миллионов членов на минуточку? Это не боты. Это реальные живые люди, может быть даже кто-то из вас состоит в этой организации, скорее всего состоит. Нет, 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 не спешите возмущаться, выкрикивать, что ты несешь? Докладываю. Все ведь мы прекрасно знаем. Подавляющее большинство россиян эти люди, которые я политикой вообще не интересуюсь. Да это не мое, не понимаю я в этом ничего. Если вы не интересуетесь политикой, вас совершенно к этому делу не тянет, то и не интересуетесь. А теперь попытайтесь вспомнить момент, когда однажды, возможно несколько лет назад, к вам подошел ваш начальник на работе и попросил подписать какую-то бумажку. Вы ее даже не читали, так подмахнули не глядя, он начальник же попросил, так вот, а это и было твоим заявлением о вступлении в профсоюз, возможно, особенно если ты работаешь на крупном госпредприятии или на большом заводе, именно. Скорее всего, что-то подобное ты сейчас припоминаешь и скорее всего, ты действительно с тех пор являешься членом этих профсоюзов и еще 20 миллионов таких же нашлось. коллеги, друзья, родственники, соседи, финишная прямая, абсолютно наплевает, что тебя туда затащили обманом, может быть, угрозами, это не важно. Наплевать, что ты подписывал бумагу в темную, это тоже не важно, главное, что ты ее подписал, а значит, с точки зрения закона, эти ребята имеют право говорить теперь от твоего имени, ну и на десерт. Так, что же это получается-то? А получается, что не какой-то там дядя попросил правительство отменить накопительную часть пенсии, это сделал ты, это сделали твои друзья, твои соседи, повторюсь, вас 20 миллионов и все вы дружно попросили, ну ж, забрать у нас наши пенсии, что теперь им остается? Ну, раз граждане просят. Друзья, я знаю, что многие из вас на меня обижаются, мол, че ты постоянно народ козлишь? Люди же не виноваты, что их дурят. У них просто нет опыта, погрязли в своих проблемах, им активно промывают мозги, поэтому доверяют проходимцам, а я вам отвечу, нет. Нас оболванивают, потому что нам самим на себя наплевать, мы ничем не интересуемся, выше сказал, мы ни во что не вникаем, все время надеемся на доброго дядечку, а в итоге получается, что уже 20 лет наступаем на одни и те же грабли и будем наступать. Сегодня, как выяснилось, мы попросили власть забрать наши пенсионные накопления. Завтра мы попросим власть не платить нам зарплаты. Послезавтра откажемся от собственности, квартир, машин, земли. И так, может, хватит уже вину за свою козлоухость на обстоятельства перекладывать. 21 век на дворе. У каждого есть интернет. Может быть, пора уже этот подарок использовать еще и для саморазвития. Не только для развлечений, котики, сериалы, порнуха, а, впрочем, решать в любом случае вам все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так в очередной раз призываю подписывайтесь на наш второй канал. Это связано с тем, что основную нашу страницу, вот эту пытаются задавить, уничтожить. Мы берем 50 тысяч подписчиков, тут же перебазируемся, просто хотелось бы ускорить процесс. Жулики-то, в отличие от нас, пойдут на все, бодобу удержаться у корыта, встряхнитесь. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем. Спешу откланяться, пока. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok